Всем привет! Это Кризалес. В этот день наша родина-мать Украины отмечает свой 30-й юбилей. Если считать со дня, когда она ускользнула из плена, в котором вместе с другими матерями была долгие годы. 30 лет назад мы, ее дети, подтолкнули свою родину-мать к одному из самых важных в нашей жизни событий. Выбраться из узницы народов и стать самостоятельной, независимой и единственной для нас. Все эти годы она, как мать с миллионами детей, пыталась найти нам достойного отца, который будет любить каждого из нас, как своего родного ребенка, который поставит нас на ноги и поведет за собой светлое будущее. Все эти годы каждый муж нашей матери вел своих детей в светлое будущее. Своих детей, а не нас с вами. Из года в год от выборов к выборам приходили все новые и новые кавалеры, обещающие любить, беречь, халить и лелеять самое дорогое, что у нас есть – родину. Каждый из них, быть может, в действительности думал об этом до момента бракосочетания, но всякий раз подводил ее, измываясь и насилуя. И вот 30 лет спустя у нашей мамы новый муж, наш названный отец, блюститель свобод и красноречивый обещатель перемен. А мы, дети своей страны, все так же любим мать и так же презираем отчима. Каждый в своей степени, но тем не менее. Эту тему можно продолжать бесконечно, но в этом нет смысла, так как до перевыборов Зеленского еще несколько лет, а сегодня не совсем тот день, когда об этом стоит говорить. Сегодня мне хочется в очередной раз напомнить всем нам, что никакой отчим не сможет осчастливить нашу мать, так как это можем сделать лишь мы с вами, ее любящие дети. Полюбив ее всем сердцем и всей душой, потребов от себя уважения к ней и теплоты, мы вместе сможем вновь увидеть улыбку на ее глазах, свет и радость, а главное гордость за своих детей. Нам есть кем гордиться. У нас множество достойнейших братьев и сестер, показавших всему миру, что даже с плохим отчимом наша мама Украина дала миру выдающихся людей с большой буквы. Уверен, каждый из нас знает их имена и вклад, который они сделали для человечества, но главное не в этом, братья и сестры украинцы. Главное в том, что нам предстоит сделать в будущем, для того, чтобы наша мама могла нами гордиться. Нам нужно поверить в себя, в то, что мы достойны жить на своей земле и гордиться тем, что мы украинцы. Нам нужно поверить в себя и в то, что мы достойны жить на своей земле и гордиться тем, что мы украинцы. Достойны жить как независимая, целеустремленная страна свободных людей. Никто не придет и не принесет нам все, что мы хотим на блюдечке с голубой каемочкой, в особенности, если мы сами не знаем, чего хотим. Нам нужно объединяться, нужно находить общий язык с соседями. И здесь речь не про соседей по границам, а про соседей внутри страны, про тех, кто живет в соседней квартире, кто стоит рядом с нами в одной очереди, в магазине или поликлинике, про таких же украинцев, как мы все. Понимаю, это сложно, когда вокруг столько глупых, необразованных людей, бросающих мусор под ноги и швыряющих окурки из окон своих евроблях на дороге, не уступающих места пожилым людям в общественном транспорте. Но я убежден, что вместе, общими усилиями, мы сможем все это преодолеть. Мы сможем научиться быть лучше не для самих себя, а ради нашей мамы, которая, конечно, стерпит все, с грустью глядя на своих непутевых детей. Однажды мы, как и она, повзрослеем. Научим своих детей быть мудрее. Если не для себя самих, то для них подберем в мужья родине достойного кандидата. Не лучшего из худших, как нас приучили, а именно достойного. Только вот сперва нам самим нужно научиться быть достойными. Научиться любить ее так же, как она любит нас, своих родных детей. Мы уже показали, что не дадим ее в обиду поработителям. Доказали, что готовы сражаться за нее с кем бы то ни было. Показали всему миру, что мы не Афганистан. Что нам некуда бежать и есть лишь один путь. Биться до победного конца. Нам осталось научиться побеждать в главной битве. В борьбе с самими собой. Становиться достойнее и лучше себя вчерашних. Приложить к этому максимум усилий и даже чуточку больше. Ведь другой родины, кроме этой, у нас нет и не будет. Куда бы мы ни уехали, всюду берем с собой самих себя, украинцев. Это не изменит новый паспорт, не изменит карта побыта или другие бумажки. Мы есть народ, якого правды сила. Никым завоевана щена была. С праздником, дорогие украинцы. Конечно же, слава Украине!